В управлении торговлей есть возможность собирать документы оплаты, документы движения товаров в сделках для дальнейшего анализа и для удобной работы с этими документами. Настраиваются такие сделки. Настройка справочников блок CRM-маркетинг. Выбираем вид сделок с клиентами. Создать. Здесь у нас три варианта, три типа сделки. Это типовая продажа. Бизнес-процесс уже встроенный. Он автоматически ведет сотрудника по этапам продаж, контролирует выполнение обязательных требований к этапу. То есть, если у нас в этапе необходимо создать документ коммерческое предложение, то без наличия в системе коммерческого предложения переход на следующий этап будет невозможен. Такой бизнес-процесс в CRM заложен один. Количество этапов и этапы заложенные неизменяемые. Сейчас посмотрим, из чего они состоят и насколько они применимы в работе. Если нам такой сценарий не подходит, всегда можно сделать любое количество видов сделок с ручным переходом по этапам. Там нас ничто не ограничивает. Мы можем делать любые этапы, любое количество, но в этом случае не будет контроля. И переход по этапам будет в ручном режиме, хотя есть такая возможность перескакивать через этапы и даже возвращаться. Есть еще тип прочей непроцессной сделки. Они больше используются для проектов, для длительных сделок. Выбираем типовую продажу. Ставим галочку «Фиксировать первичный спрос». Это нужно для того, чтобы на самом первом этапе зафиксировать в сделке ту номенклатуру, которую запрашивает обращающийся к нам партнер. И в дальнейшем, чтобы можно было проанализировать, насколько это обращение соответствует тому, что в итоге получилось реализовать по этой сделке. И, соответственно, удовлетворенность нашего спроса, в том числе по этому критерию, мы можем оценить. В типовой продаже у нас 7 этапов процесса. Пройдем по всем этим этапам, посмотрим, что мы можем, что требуется. Большая часть функционала CRM мы увидим, как раз пройдя по этой типовой продаже, по этому бизнес-процессу. В описании ничего писать не будем, но ставим галочку, что использование этого вида сделки разрешено. Записываем, сохраняем. Вот у нас появился вид сделки «Типовая продажа». Начнем нашу продажу со звонка. Поступил входящий звонок. Некий Георгий Ставил свой телефон И обратился он С заявкой На звездолет Такая вот нестандартная заявка Ему даже два звездолета нужно Два звездолета До конца месяца Сотрудник, принявший это обращение, этот звонок Пока не знает на кого На какого менеджера Этот звонок переадресовать Оставляет себя Каких-то конкретных сроков Звонящий не назвал Поэтому оставляем это Поле незаполненным Ну, важность Тоже оставляем обычная Для нас продажа звездолета Дело обычное Ничего не будем делать Предмет пока тоже не заполняем Записываем и закрываем То есть вот минимум Информации при приеме этой заявки Секретарь или кто-то Кто принял звонок Заполнил Принявший звонок сотрудник Закончил свои Все срочные дела Теперь может заняться обработкой Поступившего звонка Он в взаимодействиях Выделен жирным шрифтом То есть это взаимодействие К рассмотрению Можно сделать отбор по статусам То есть сейчас отобраны все Если мы выберем К рассмотрению То у нас останутся здесь только Те, которые выделены жирным Сейчас взаимодействие только одно Поэтому разницы никакой нет Итак, ему нужно назначить ответственного Он уточнил у руководителя отдела продаж На кого перекинуть этот звонок Нажимает пиктограммку С человечком Установить ответственного Выбирает Сидушкина Сотрудника Все у него Из взаимодействия Это взаимодействие ушло Ушло, потому что в отборе установлен В данном случае администратор Если мы уберем отбор То, соответственно, тут будет взаимодействие По всем По всем возможным ответствиям Но нам это не надо Поэтому пусть будет администратор Теперь мы идем в аккаунт Сидушкина И видим Вот Мы уже здесь Так Нам нужно Обновить F5 Вот появилось Появилось взаимодействие Которое Назначено Сотруднику По этому звонку В левой части У нас Для удобства Поиска Есть Четыре вида Представления Это По предметам По контактам По закладкам По папкам По предметам В данном случае у нас Предметом является Телефонный звонок По контактам Это Контакт Георгий Который позвонил С этой заявкой Закладок у нас Пока никаких нет Поэтому Тут ничего не будет Отображаться И последнее представление По папкам Относится только К электронной почте В данном случае У нас У сотрудника Сидушкина Две учетные записи Доступны Это Системная учетная запись И его личный Ящик Но нам Сейчас нужна Не электронная почта А Нас интересует Продажа Завездолета Поскольку информации Было собрано Немного Нужно Позвонить Клиенту И уточнить Мы делаем По кнопочке Взаимодействия Добавить Новое взаимодействие Позвонить Вот у нас Появился Новый Телефонный Звонок Тема Заполняем Уточнить Уточнить Запрос По звездолету У нас В наличии Только Два Звездолета Синяя птица Поэтому Мы звоним Предлагаем Клиенту И Ждем ответа Мы им Позвонили Зафиксировали Так Есть наличие Только Есть В наличии Два Синих Все Записали Закрыли Первый Телефонный Звонок Мы Рассмотрели Поэтому Ставим Галочку Рассмотрено Снова Записать Закрыть Что у нас Здесь Получилось Значит Если мы Выведем Взаимодействие Со всеми Статусами То первый Звонок Перестал Быть Выделенным Жирным Появилось Новое Взаимодействие С Георгием По Уточнению Запроса Предмет У нас По обоим Взаимодействиям Один и тот же Это наш Первый Телефонный Звонок До Формирования Сделки Все Контакты Они так и будут Привязываться К этому Звонку Как только Мы Заведем Сделку Предмет Заменится И Дальнейшие Все Взаимодействия И документы Будут Привязываться Уже К сделке Клиент Отписался Что Его Устраивает Он Ждет Коммерческое Предложение Создаем Так Электронное Так Нет Извиняюсь Давайте Лучше Он Позвонил Чтобы Не писать Сейчас Письмо От Клиента Пускай Он Позвонил И Сообщил Что Его Все Устраивает Почему Мы Фиксируем Все Эти Звонки Можно Было Не Фиксировать Но Тогда На Бумажках Записки У нас Могли Бы Потеряться Если Ответственный Сидушкин К примеру Заболел Или Не Смог Прийти По Какой Другой Причине На Работу То Сделка У нас Могла Потеряться Поэтому Все Фиксируем Все Рем Все Звонки Все Электронные Письма Любые Другие Взаимодействия Все Привязываем К Нашему Предмету Здесь Он Кстати Отражается В Правой Частью Вверху Так Тем Ждет Ждет КП Это Звонок Входящий От Георгия Подготовить В процессе Разговора Мы Выяснили Что Это Наш Постоянный Клиент Вообще Мы Могли Сразу Зайти И Увидеть Что С таким Номером Телефона У нас Уже Есть Контакт У Партнера Такое Название Партнера Без Контакта Без Контрагента И У Георгия Фамилия Фамилия 1 Так Получилось При заведении Сохраним Второй Телефонный Звонок Соответственно У нас Тоже Рассмотрен Ставим Галочку Вот у Нас Уже К Нашему Предмету Привязано Три Взаимодействия По сути Уже Пора Создавать Стелку Давайте Ее Создадим Частично У нас Заполнилось Наименование Стелки Мы Сделаем Две Синих Птицы Ответственные У нас Назначен Сидушкин Канал Мы В процессе Разговора Выяснили Что это Было По СМС Рассылке Источник У нас Здесь Вариантов СМС Рассылки Не забито Участники Это разные Пункты Меню И небольшое Отличие Там есть Как им пользоваться Проговорим Теперь самое главное Нам нужно В этой сделке Установить Вид сделки Вот тот Вид сделки Который мы завели Типовая продажа Устанавливаем его Все Записать Закрыть Ага Вот еще Как раз то О чем мы говорили Галочка Первичный Спрос Требует От нас Указание Первичного Спроса При Формировании Сделки Здесь мы Пишем Текстом Здесь Не выбирайте Номенклатура Потому что Не всегда Та номенклатура Которая Запрашивается У нас уже Есть Номенклатурные Справочники Но Отразить Мы В любом Случа Обязаны То что Запрашивает У нас Клиент Поэтому Мы Здесь Пишем Два Звездолета Синяя Кратица Сумма На скидку У нас 400 Тысяч Рублей Ну и Вот Собственно Все Теперь можно Записать Даже Записать И закрыть Все Этот этап Мы Закончили Телефонный Звонок Тоже Ставим Что По По нему Мы Все Отработали Рассмотрено У нас Все Взаимодействия Уже Нежирным Шрифтом То есть Они у нас Не к рассмотрению Если Поставить Фильтр Только К рассмотрению То Соответственно Ничего у нас Здесь не будет Но у нас Появилась Первая задача Отразить Первичный Контакт По сделке Двух Синих Две Синих Птицы Откроем Эту задачу Посмотрим Что у нас Здесь есть В содержании У нас Указан Предмет В данном Случа Это уже Наша Сделка Если в начале У нас Были Телефонные Звонки То Все Теперь Уже Предмет У нас Является Сделка В сделке Соответственно У нас Указана Общая Информация То Что мы Занесли Появилась Ссылка На Карту Маршрута Бизнес Процесса И Указан Этап 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 Бизнес Процесса Давайте Посмотрим Что у нас В бизнес Процессе Вот Блок Схема Бизнес Процесса Типовая Продажа Мы Находимся На этапе Отразить Первичный Контакт По ходу Выполнения Этого Бизнес Процесса Красный Пунктир Будет Передвигаться По Элементам Блок Схемы Что Еще Здесь Есть Вот Эта Кнопочка У нас Позволяет Перейти К ручному Управлению Процессом Если Нас В какой-то Момент Не устраивает То Как ведет Нас Бизнес Процесс Автоматически И мы Хотим Перескакивать Через Какие-то Этапы Что-то Пропускать То Мы Можем Перейти К ручному Управлению Но Это Необратимый Процесс То есть Вернуться Обратно К Автоматическому Бизнес Процессу Мы уже Не сможем Эта кнопка У нас Фиксирует Проигрыш Сделки То есть На любом Этапе Мы можем Зафиксировать Что клиент Либо там Отказался От сделки Либо что-то Пошло не так В общем Сделка У нас Не состоится Что Еще Здесь У нас Участники Все Все То же Самое Отразили Первичный Спрос Также У нас Здесь Есть Гиперссылка Которая Мы можем Посмотреть Все Взаимодействия Которые Были у нас По этой Сделке Что 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 нам Нужно Сделать То есть На этом Этапе Система Предлагает Нам Провести Первичный Контакт Мы это Сделали Выяснить Товарные Категории Номенклатуры Мы все Это тоже Сделали Выяснить Данные О контактных Лицах Удачно Оказалось Что У нас Уже Все Контактные Данные Есть То есть В принципе Мы можем Этот Процесс Эту Задачу Закрывать Давайте Ее Закроем Тут Внизу Есть Кнопочка Сейчас Я ее Ага Мешает Указываем Дату Нажимаем Выполнено Все У нас Эта задача Закрылась И Появился Следующий Этап На начальной Странице В блоке Мои задачи Нам нужно Квалифицировать Клиента По сделке Две Синих Птицы Что Подразумевается Под квалификацией Клиента На этом Этапе Давайте Сойдем В задачу Посмотрим Значит Переходим К сделке И Переходим К Нашему Контрагенту Точнее К нашему Партнеру По партнеру У нас Все Заполнено Заполнен Адрес Заполнены Контактные Лица Вот у нас Есть Георгий Его Должность Что еще Интересного Есть В карточке Клиента Есть Такая Гиперссылка Взаимосвязи Здесь Установлено Что Для Партнера Без Контрагента Это Название Нашего Партнера Наш Партнер Предприниматель Владимир Является Поставщиком Если Мы Перейдем В карточку Предпринимателя Владимира То В Контактных Лицах Мы Увидим Рядового Сотрудника Здесь У нас Занесен Фамилия Один Светлана Фамилия Та же Что И У Георгия Который Звонил Нам От Партнера Без Контрагента По Звездолета Что Что Это нам Дает Это Знание В Окружении Сделки Мы Можем Посмотреть Все Это Вместе То Вот У Нас Наш Контрагент Наш Партнер У Него Есть Сотрудник Который Влияет На Закупки С Фамилией Фамилия Один Георгий А у Поставщика Нашего Есть С Такой Фамилией Светлана Это Супруги То Есть Если У нас Хорошее Отношение С нашим Поставщиком И в частности Со Светланой Мы Можем Наверное Как-то Повлиять На Эту Сделку И Георгий Примет Правильное Решение Ну Это Фантазия Но Тем не менее Такие Связи Мы Можем Устанавливать Их Может Быть Много Их Можно Использовать Для Разных Целей Где-то Возможно С Целью С Целью Экономической Безопасности Если У нас Будет Вестись В базе Все эти Взаимосвязи То Служба Безопасности К примеру Будет Немножко Легче Применение Разное Можно Фантазировать Такой Инструмент Есть Что Еще У нас По Сделке Мы Посмотрели На Этом Этапе Нам Важно Указать Соглашение То есть Мы Знаем Этого Партнера И У него Есть Какие-то Условия Давайте Вернемся Еще раз Соглашение С клиентом Какие у него Есть Соглашения То есть Есть Два Текущих Два Общих Типовых Соглашения И Есть Еще Соглашение С названием Для Небольших Заводов Это Соглашение Действует На Сегмент Малые Производственные Предприятия То есть Если Мы Партнера Без Контрагента Определили В Сегмент Малые Производственные Предприятия Тогда Для него Будет Действовать Также Соглашение Для Небольших Заводов Возможно Это Скидка Возможно Это Условия Платежа Какие-то Другие Вот И На Основании Этого Соглашения Мы Будем Как раз Поставлять Ему Делать Поставку Заводов Вот Поэтому В сделке Вот это Указание Соглашения В котором Прописаны Условия Поставки Условия Оплаты Это Ключевой Момент И Для Перехода На Следующий Этап Нам Нужно Соглашение Указать Так Соглашение Вот мы Его Здесь Укажем Так Записать Закрыть Сделки Мы Его Заполним Теперь Вроде Можно Идти Дальше Да Наша Задача По квалификации Клиента Закрылась Следующая Задача Подготовить Предложение По сделке Давайте Перейдем К этой Задаче Как и В предыдущих У нас Есть Гиперссылка Справа Сверху Это Обязательное Действие Которое Необходимо Выполнить Для перехода К следующему Этапу Ну и Соответственно Это Гиперссылка Помогающая Нам Создать Коммерческое Предложение На Основании Этой Сделки Нажимаем Вот у нас Создание Коммерческого Предложения Но У нас У Клиента Нет Контрагента Давайте Немножко Сделаем Паузу По этому Процессу И Перейдем Затронем Тему Организации Справочник Контрагентов Значит У нас Могут быть Партнеры Вот Например Этот Партнер У нас Без Контрагентов Мы Можем Общаться С ним Либо Маркетинг Может Общаться Продолжительное Время Не Создавая Каких-то Сделок Это Как бы Лид Если Общепринятые Терминологии Или Потенциальный Клиент Он Нам Нужен У нас Он Должен Быть В базе У нас Должны Быть Контактные Данные По нему Мы Можем С ним Работать Но По Каким-то Причинам Контрагента Нет Система Позволяет Это Делать Может Быть Партнер С Несколькими Контрагентами Вот Например Партнер С Твумя Контрагентами Есть Два Юрлица У Каждого Из них Своя Карточка И Свои Адреса Телефон Вот Но Они Объединены У нас В Партнере В карточке Партнера Соответственно В карточке Партнера Мы Ведем Контактные Лица Мы Ведем Взаимодействие Ну И так Далее То есть Можно Группы Контрагентов Объединять В Партнеров Что Еще Здесь Может Быть Вот Например Есть У нас Предприниматель Владимир Который У нас Является Поставщиком И Конкурентом Ставим Галочки Что Это Дает Ну Есть Вот Еще Возможность Поставить Клиенты И прочее Отношение Что Нам Это Дает В Первую Очередь У Нас Например В Закупках Есть Такой Справочник Поставщики То есть Если мы Нажмем Поставщики То Это Будет Не то же Самое Что и Партнеры Здесь Будут Только Поставщики Так Удобнее Работать Отдел Закупок То есть Они Работают Только Со Своими Контрагентами Хотя Это Является Частью Справочника Партнера То же Самое У нас Есть В Разделе Продажи Справочник Клиентов Так Так Надо Партнеров Закрыть С клиентами Немножко По-другому То есть Если мы Откроем Клиенты То Здесь мы Уже Предпринимателя Владимира Не увидим Поставщика Справочник Один Но Представление Его В разных Блоках Немножко Отличается Все Возвращаемся К нашей Сделке Указываем Партнера Давайте Создадим Его Нам Особо Заполнять Ничего Не нужно Ну Точнее Нужно Конечно Но Для примера Обойдемся И без Заполнения Так Заполнили Контрагента Теперь Пришла Пора Заполнить Номенклатуру То есть Вот Для коммерческого Предложения Мы уже Не отделаемся Текстовым полем Надо уже Выбрать Конкретную Номенклатуру Из нашего Номенклатурного Справочника Как нам Это сделать Можно Кликнуть На Строчку Или Нажать Кнопку Добавить Вот Но Можно Воспользоваться Другим Инструментом Подобрать Товары Здесь Мы Выбираем Ту цену Сразу По которой Будем Работать По этой Сделке В частности Здесь У нас Прайс Лист Используется Сразу Цена Проставится У нас В форме Подбора Здесь Мы можем Поставить Галочку Только В наличии Посмотрим У нас есть Звездолет В наличии Как будто Нет Давайте Тогда Возьмем Его Просто Из нашего Номенклатурного Справочника Дабл Кликом Добавим Его В Поле Где У нас Подбираются Товары Поставим Две Штучки Вот И Переносим Документ Перенесли Документ Цена Сразу Подставилась Обратите Внимание На Такую Штуку Что Поменять Цену Мы Не Можем То есть Мы Выбрали Вид Цены И В Прайс Листе Цена Указана 200 025 Рублей Нам Эти 25 Рублей Хочется Убрать Но Вот Здесь Мы Сделать Этого Не Можем Зато В Сум Мы Можем Округлить Так Как Нам Хочется Есть У нас Такая Возможность По крайней Мере У Этого Пользователя Вот Он Ставит Округление И Это Округление Идет В скидку В качестве Скидки Вот Все У нас Красивая Цифра Как Мы Запланировали Изначально 400 Тысяч Условия Поставки Давайте Сразу Поставим Как Долго Действует До Конца Месяца Действует Наше Предложение Условия Оплаты Мы Можем Быстро Заполнить По Условия Соглашения Вот Это Соглашение Безналичная Форма Оплаты После Отгрузки В течение Трех Дней Условия Доставки Это Поле Мы Вносим Руками Давайте Пусть Пусть Это Будет Сам Вывоз Космодрома Космодрома Восточный Так Прочее Не знаю Что здесь Можно указать Информация Для покупателя Если у нас Есть Какая-то Дополнительная Информация Так Что еще Ага Вот Доп Информация Еще Здесь Как Коротенькое Дополнительное Поле Здесь Мы можем Указать Например Что При Покупке Трех Единиц Склиз Склиз Летающая Корова Кто не Помнит Склиз Подарок Так Если Мы хотим Оставить Какой-то Комментарий Который Не будет Отображаться В коммерческом Предложении Вносим Это В поле Комментарий Внутренний Так Давайте Посмотрим Все ли Мы Заполнили Дополнительно Ставим Статус На Согласовании Не Согласовано То есть Это Не Согласовано Статус Означает Что Он Еще Не Согласован Не То Что Это Отказано В Согласовании Да То Что Он На Да Нет Не Надо Провести Можем Распечатать То есть Вот Такая Вот Печатная Форма У нас Заложена В Системе Здесь У нас Стандартный Текст Здесь У нас Товар Можно Добавить Еще Услуги Какие-то Да Здесь У нас Указывается Там Была Галочка Сейчас Давайте Вернемся Еще Условия Поставки Вот Видите Цены Действительно Только При покупке Всех Товаров Предложения Вот В Печатной Форме Вводится Эта Фраза Да Ну И Соответственно То Что мы указали Что действует До конца Месяца Соответственно Вот Фраза Указанные Ценные Скидки Действуют До Этой Даты Этапы Оплаты У нас Здесь Прописаны И Контактные Данные Эту Печатную Форму Можно Редактировать Печатные Формы Отчета И Обработки Как Это Делается Посмотрим В Других Видео Расскажу Покажу Значит Все Мы Можем Распечатать Отправить Это По Факсу Скан Можем Сразу Сразу Отправить В виде Электронного Письма То есть Вот Мы Выбираем Формат Который Нам Больше Подходит Давайте Становимся На pdf Вот И Мы Сразу Попадаем В Восходящее Письмо Нашей Встроенной Почты Здесь Все Выглядит Примерно Так же Как В обычном Почтовом Клиенте Выбираем Кому Так Вот Здесь Пардон Так Так Выбрать Из Адресной Книги Мы Можем Выбрать Соответственно Нашего Партнера И Контактные Лица Этого Партнера Добавляем Нет Погорячился Нащелкал Так Все Добавили Автоматически К сожалению Адрес Не Подставился Мы Можем Написать Сопроводительный Текст Можем Написать Когда Отправить Соответственно Когда Уже Поздно Отправлять Поставить Галочку На контроле Тогда У нас Будет В Наших Задачах Отображаться Что это Задача На контроле Предмет Здесь Нам Нужно Указать Сделку С клиентом Чтобы Потом Это Письмо У нас Было Привязано К сожалению Вот Опять же Автоматически Этот Предмет Не Заполнился Все Можем Отправить Это Письмо Мы Не Будем Сейчас Делать Это На Демонстрационной Базе Так Закрываем Коммерческое Предложение Оно У нас Создано То есть Задача В принципе У нас Выполнена Мы Можем Так Что Что Забыли Ага Нет Действующего Коммерческого Предложения Давайте Посмотрим Что Пошло Не так Коммерческие Предложения Клиента Ожидается Голосование Коммерческое Предложение Должно Действовать То есть Внутри У нас Если Требуется Согласование Руководителя Отдела Например Или Руководителя Организации Мы Должны Это Согласование Получить Можно Сделать Этот Процесс Автоматизировать Есть Штатные Средства Для Автоматизации Процесса Согласования Вот Но сейчас Мы их Рассматривать Не будем Все Задача Выполнена Следующая Задача По этому Бизнес Процессу Провести Презентацию По сделке То есть Наше Коммерческое Предложение Ушло Нам Нужно Его Клиенту Подать Чтобы Согласовать Уже У клиента Итак Следующая Задача Бизнес Процесс Типовая Продажа У нас Провести Презентацию По сделке Давайте Зайдем Посмотрим Справа Сверху У нас Ничего Нет Никаких Обязательных Действий Этот Этап Считается Не 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 Точнее По нему Никаких Документов Нет Скорее Так Предположим Мы Эту Презентацию Провели Или Не Стали Проводить Здесь Мы Запишем Результат Не Стали Проводить Никто Не Поехал На Космодром Восточный Ну и Ставим Дату Выполнения Выполнена Все У нас Система Позволила Перейти На Следующий Этап Уже Согласование Условий Продаж По сделке То есть Клиент Получил От нас Коммерческое Предложение Но Возможно У него Будут Какие-то Свои Пожелания Давайте Зайдем Условия Условия Продаж С Клиентом И Потом Уже Приступим К Формированию Заказа Так Что же Что же Он хочет От нас В Коммерческом Предложении Условия Поставки У нас Здесь Добавлены Коммерческое Предложение Действует Но Оно нам Дано Для того Чтобы мы Возможно Внесли Какие-нибудь Изменения В это Коммерческое Предложение То есть Например Клиент Захотел Получить Скидку То есть Все Все его Устраивает Но Собственник И руководство Хотят Получить 2% Скидки Это Решающая Для такой Большой Суммы Значит Нам Надо Предоставить Эту Скидку Как Мы Это Делаем Идем В Цены Скидки Назначить Ручную Скидку Здесь Выбираем Либо Сумму Либо В нашем Случа 2% Окей Превышает Максимальное Возможное Значение По Данному По Данному Соглашению И По Правам Хотя нет По правам Ничего По соглашению У нас Не предусмотрена Это Скидка Максимальная Ручная Здесь 0 Мы Ставим 2% Но Поскольку У нас Сидушкин Он Тоже Является Администратором Ему Это Система Позволяет Сделать Если Какие-то Еще Условия У нас Здесь Меняются Мы Согласны Поменять Их По Требованию Клиента Значит Мы Добавляем Так Не Рассчитано Нет Нам Не надо Рассчитывать Автоматические Скидки Все Коммерческое Предложение У нас Так Провести Закрыть Рассчитать Нет Почему Он не Закрывает Почему-то Вот так Надо Закрыть Крестикам Значит Все Мы Согласовали С клиентом Наше Коммерческое Предложение Внесли Какие-то Коррективы Все Теперь Всех Все Устраивает Ставим Дату Выполнения Нажимаем Выполнение Все Пришел Пришла Пора Сформировать Заказ Уже Заказ Клиента По этой Сделке На Оговоренных Условиях Заходим В задачу Обязательное Действие Создать Заказ Больше Вроде Ничего Такого Нет Давайте Создадим Заказ Значит Снова Нам Требуется Указать Соглашение Дело В том Что На Предыдущих Этапах Мы Не Указывали Склад Сейчас Мы Уже Должны Для Продажи Указать Этот склад С какого Склада Мы Будем Поставлять Перевыбираем Соглашение Потому Что Для Соглашения Может Быть Установлен Склад Поэтому Вот Выбрав Склад Нам Нужно Перевыбрать Соглашение Соглашение Мы Перевыбрали Все У нас Осталось По-прежнему Товары У нас Здесь Уже Заполнены Ничего Менять Нам Здесь Не Нужно Скидка Применена Собственно Все Провести Закрыть Заказ Клиента Создан Отмечаем Выполнение Этого Этапа Получаем Следующую Задачу Подтвердить Обязательство По сделке Что Значит Этот Этап Давайте Еще раз Зайдем В карту Маршрута Бизнес Процесса Вот у нас Сформирован Заказ Надо Подтвердить Обязательство И проконтролировать Выполнение Обязательств Логика Какая Подтверждение Обязательства Это Один Из Этапов Выполнения Нашего Соглашения С клиентом То есть Если У нас Вперед Идет Отгрузка Значит Нам нужно Отгрузить Хотя бы Часть Товара По этой Сделке Если Идет Аванс Платеж Значит Должны Прийти Какие-то Деньги По Этому Опять же По Этой Сделке На Следующем Этапе Проконтролировать Выполнение Обязательств Мы уже Точнее Система Уже Контролирует Выполнение Именно Всех Обязательств То есть Не должно Быть Долгов Ни наших Перед Клиентом По По Поставке Ни Долгов Клиента По Оплате Давайте Это Закроем Вернемся Нашу Задачу Подтвердить Обязательство Как мы Можем Подтвердить Обязательство В данном Случае По Условиям Соглашения У нас Вперед Идет Поставка Значит Нам Надо Сделать Сделать Продажу Опять же В рамках Этой Сделки Мы Можем Сделать Как Заказ Клиента Так и Заказ Поставщику И Реализацию Вот Так мы И поступим Сделаем Заказ Поставщику Склад Укажем Тот же Нам Нужно Со Склада В Москве Отгрузить Ну Для примера Выбрал Москве Потому что Восточный Просто Не стал Заводить Склад Надеюсь Ничего Страшного Поставщик У нас Предприниматель Владимир Контрагент Вот Давайте Посмотрим Тут Можно Выбрать Либо Предприниматель Владимир Как ИП Точнее Как физическое Лицо Здесь В справочнике Он Заведен Либо Его ООО В данном Случае Давайте Выберем ООО Так Что у нас Тут Подсвечена Москва Вроде Сейчас Увидим Вроде Ничего Такого Не должно Быть Товар Заполнить Так К сожалению Надо Здесь Опять Заполнить Это Руками У нас Не Перенеслось Это Из Сделки Так Давайте Попробуем Сделать Это Немножко По-другому То есть Да Здесь Конечно Здорово Что можно Создать На основании Сделки Мы Можем Сделать Это Также На основании Заказа Клиента Открываем Заказ Клиента Заказ Поставщику Вот Склад У нас Перенесся Поставщика Мы указываем Сами Товар У нас Уже Перенесся Цена Поскольку Не установлен Вид цены По этому Поставщику Нет Соглашения Тогда Мы Просто Ставим Руками Для примера Я думаю Ничего страшного Так Тут У нас Заполнилась Дата Поступления Нам Нужна Вчера Но Поставим Завтра Дополнительные Что Еще Но Больше Ничего Не будем Заполнять Так К оплате К оплате Здесь У нас Опять же Соглашения Нет Поэтому Мы Делаем Это Вручную Безналичная Оплата В рублях Добавить Кредит После Отгрузки У нас Здесь В течение 30 дней 100% Оплаты Перенести В документ Так Чего Мы Еще Забыли Ничего Вроде Бо Не забыли Здесь Нет Нигде У нас Не указана Сделка Но На самом Деле Ничего Страшного Потому Что Заказ Поставщику Мы Делаем На основании Заказа Клиента И Заказ Поставщику Также Подтянется В сделку Проводим Закрываем Давайте Как раз Проверим Это Вот У нас Сделка И Посмотрим Документы По Сделке Видите Заказ Поставщику У нас Тоже Подтянулся Что Дальше Давайте Прямо Отсюда И Доделаем Это Переходим Заказ Поставщику И На основании Этого Заказа Делаем Приобретение Тут База Настроена Демонстрационная Простенько Без Орденных Складов Без Всяких Обеспечений Назначений Просто Делаем На основании Заказа Поставщику Нашу Отгрузку Все Перенеслось Ничего Нам Здесь Добавлять Не Нужно Все Проводим Закрываем Все У нас Звездолеты Должны Должны Быть Уже На Складе Здесь Нам Надо Обновить Кстати Так Не Обновляется Здесь Через F5 Нет Такого Значит Нам Надо Закрыть И Снова Открыть Вот У нас Приобретение Появилось Теперь Чтобы Выполнить Задачу По Этапу Нам Нужны Какие-то Документы По Этой Сделке То есть Какая-то Отгрузка Либо Какая-то Оплата Нам Нужно Сделать В частности Здесь Отгрузку Отгрузку Мы Сделаем На основании Заказ Клиента Реализация Товаров И Услуг Опять же Здесь У нас Все Перенеслось Ничего Заполнять Не Надо Вот У нас Здесь Указана Сделка Провести Закрыть Все Отлично Давайте Еще Перезайдем И посмотрим Документы По Сделке Вот У нас Появилась По этой Сделке Реализация Тот Документ Который Нам Нужен Для Закрытия Этапа Проверяем Задача Выполнена Сегодня Выполнено Все Мы Перешли На Следующий Этап Когда Нам Нужно Проконтролировать Вполнение Всех Обязательств По Этой Сделке То есть Должны Быть Закрыты Обязательства Все Обязательства По Отгрузке И все Обязательства По Оплате Иначе Мы Не Сможем Завершить Эту Сделку Итак На Завершающем Этапе Бизнес Процесса Типовая Продажа Давайте Посмотрим Где Мы Находимся Вот После Этого Уже Мы Фиксируем Либо Сделка Выиграна Либо Она Проиграна Но Проиграна Уже Наверное Не может Быть Только Если Это Будет Не оплата Какие-то Судебные Разбирательства И Возврат Товара Вот Ну Так Построен Процесс Наверное Это Правильно Что Еще Здесь В этой Сделке Мы Можем Посмотреть То Что Я Забыл Есть Такое Поле Потенциал Давайте Нажмем На Кнопочку Рассчитать И Заполним Этот Потенциал Мы Могли Заполнить На Трех Этапах То есть Когда Мы Фиксировали Первичный Спрос И Предположительную Сумму 400 тысяч Зафиксировали На этапе Коммерческого Предложения Когда Первое Коммерческое Предложение Отправляли Без Скидки И потом Уже Заказ Клиента Когда Мы Проставили Скидку 2% Которую Попросил Клиент Давайте Установим Наш Последний Вариант И Здесь У нас Есть Еще Вероятность Сделки В самом Начале Нужно Было Меньше Проставить Предположительную Вероятность Которую Он Предполагает Будем Считать Что он Поставил 80% И Нажимаем Кнопочку Рассчитать Вероятность Что У нас Здесь Есть Здесь Появляется Форма Которая Отображает Нам Статистику По Этапу На котором Было На котором Мы Находились Бы Рассчитывая Вот Эта Вероятность То есть Например На этапе Коммерческого Предложения У нас Статистика Успешных Сделок Предположим 65% Статистика По менеджеру Как он Закрывает Свои Сделки С какой Вероятностью По клиенту Если у нас Были Уже С этим Клиентом Сделки Продажи То По клиенту Тоже Будет Статистика По виду Сделки В частности По виду Сделки Типовая Продажа Какая Накопилась Статистика И берется Средняя Величина Если У нас Допустим Сделка Успешная То здесь Появится 100% Если Сделка Успешно Не завершилась Значит При всех Средних Расчетных Итоговая Сумма Будет 0% Давайте Установим Как есть Что Что У нас Сделка Это Содержит Еще Немножко Отвлекусь Не будем Продолжать Сейчас Нам нужно Только Получить Оплату От клиента Не будем Ее Делать И так Все Понятно Но Наверное Этого Это как раз Хорошо Достаточно Остановиться На этом Смотрите Что у нас Получилось В задачах Наш Бизнес-процесс Остановился На этапе Когда мы Должны Получить Деньги Или Допустим Мы должны Отгрузить Или Какие-то Документы У нас Не оформлены И Пока В рамках Этого Бизнес-процесса Не будут Совершены Все действия Которые Запланированы По этапу Система Не даст Менеджеру Закрыть Эту задачу И она Постоянно Будет Напоминать Ему Давайте Посмотрим Что Что здесь Можно С ней Сделать Да Собственно Ничего Перенаправить Если он Уходит В отпуск Закрыть Она Система Не даст Отложить Тоже Поэтому Во-первых У нас Бизнес-процесс Постоянно Вел Нас И Заставлял Делать Какие-то Документы Не давал Перескакивать С этапа На этап Не сформировав Нужные Был только Один этап У нас Это проведение Презентации Которые Необязательные То есть Как необязательные Он Не требовал Не потребовал От нас документа Поэтому Мы его Прошли Формально Написав Что она Не нужна В общем-то Система Сделала Все Что Должна Была Сделать CRM Система Провела По этапам И Не дала Закрыть Сделку Не выполнив Всего Что нужно Не хватает Наверное Привычных Колонок С этапами И карточек Но К этому К этому Можно Привыкнуть Во-первых Во-вторых Мы здесь Можем Сделать Нечто Похожее Например Сгруппировать По точкам Маршрута Здесь у нас Будут Соответственно Те этапы Которые у нас В маршруте Заложены И В виде Строк Не в виде Карточка В виде Таких Строк Будут Наши Сделки Которые Находятся На этих Этапах Также Мы можем Посмотреть Промежуточные Результаты Нашей Работы Отчетов Отчеты По CRM Вот наша Воронка Продаж В принципе Достаточно Привычная Воронка В табличной Части Мы видим Те Сделки Которые Находятся В работе Те Которые Уже Выиграны Которые Проиграны И Продолжительность Этих Сделок На нашем Примере Мы этого Не видим Сделка Всего Одна Но Если бы Их Было Много Соответственно Мы Увидели И Заполненную Таблицу И График В виде Некой Воронки Перевернутой Потенциальная Сумма Продажи Это как раз Потенциал Берется Из Из Сделки То что мы Здесь заполнили Указали Этот потенциал И Фактическая Так И Фактическая Сумма Уже То что Выиграна По сделкам Которые Были Выиграны Какая Сумма В итоге Получилась То есть Было У нас Запланировано По этапу 392 Допустим По факту Получилось Меньше Вот на этом Этапе Что-то Уменьшилось Такой Стандартный Привычный Для продажников Отчет Воронка Продаж Давайте Вот это Закроем Так И Можно Еще Посмотреть Например Например Что мы Можем Здесь Еще Посмотреть Эффективность Сделок Пока Не Можем Продажа По сделкам Предприятия В целом Вот Например Все сделки Мы Можем Посмотреть Здесь Ну Здесь Тоже Не Совсем Показательная Табличка Здесь У нас Нет Себестоимости Потому Что Мы Не Закрывали Месяц То есть Как Не Закрывали Месяц Мы Не Делали Расчет Себестоимости Если бы Мы В Рекламентной Операции По Закрытию Месяца Давайте Дождемся Произвели Расчет Затраты Расчет Себестоимости То Соответственно Мы Получили Здесь В этом Отчете Напрасно Закрыл Так Где Эффективность Сделок Или Так Нет Отчет У нас Был Продаж По Сделок Вот Это Наверное Здесь Здесь У нас Была Себестоимость И Адекватная Прибыль И Рентабельность Также После Расчета Себестоимости Мы Могли Посмотреть Валовую Прибыль Так Что у нас Вероятностном Прогнозе Выигрыша Если У нас Есть Большое Количество Сделок Мы Видим Потенциальную Сумму И Прогноз Дат Закрытия Тоже Полезный Отчетик Если Нам Нужно Добить Период Выполнить План Мы Можем Немножко По этой Таблице Сориентироваться Что у нас На примере Бизнес Процесса Типовые Продажи Мы Посмотрели Работу Блока CRM Надеюсь Мне удалось Хотя бы Частично Показать Его Возможности Возможности Больше Не все Инструменты Были Задействованы При Этой Сделке Но На сегодня Это Все Спасибо Продолжение следует Продолжение следует